8. О болеющий человек, думающий о своей вечной жизни. Болезнь словно мыло очищает от грязи грехов. Согласно достоверному хадису, болезнь является искуплением грехов. 9. Также в хадисе сказано, что подобно тому, как тряска дерева сбрасывает с него плоды, также и дрожь больного верующего сбрасывает с него грехи. В вечной жизни грехи являются бесконечными недугами, а в этой жизни – духовными болезнями сердца, совести и души. Проявляя терпение и воздерживаясь от жалоб, посредством этой временной болезни ты избавляешься от очень многих вечных болезней. 10. Если же ты не беспокоишься о своих грехах и не знаешь об ином мире, не знаешь Всевышнего Творца, то в тебе кроется ужасная болезнь, которая в миллион раз страшнее твоей незначительной болезни. Тебе следует сокрушаться из-за этого, ведь твое сердце, твоя душа и ты сам связаны со всем, что есть в этом мире. И эти связи, разрываясь из-за постоянных разлук и потерь, наносят тебе бесчисленные раны. Особенно из-за того, что ты не знаешь о мире ином, ты представляешь смерть как уничтожение навечно. И поэтому ты, будто бы обладатель больного израненного тела размером с целый мир. Таким образом, в первую очередь тебе необходимо найти действенное лекарство, полностью исцеляющее твое огромное духовное тело от многочисленных болезней и ран, и исправить свое убеждение. Таким лекарством является вера, иман, а самым коротким путем обретения этого лекарства является познание могущества и милости всемогущего Творца, которое возможно посредством твоих бессилия и слабости, показанных тебе этой материальной болезнью, разорвавшей завесу беспечности. Да, над тем, кто не знает Творца, нависает множество бед, но мир того, кто познал его, наполнен светом и духовной радостью, которую он чувствует в зависимости от силы своей веры. От духовной радости, исцеления, наслаждения, исходящих от этой веры, растают и исчезнут огорчения от незначительных материальных болезней. Субтитры создавал DimaTorzok